Девочка-пай 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 что составление списка приватизированных квартир – хороший повод попасть в квартиру к Светлане Прохоровой. Насонов обратился к своим знакомым из милиции, чтобы получить распечатку звонков с мобильного телефона Светланы. Если она замешана в краже и Полина стала жертвой двойного шантажа, то у Светланы должен быть сообщник на мотоцикле. И он, скорее всего, звонил ей вчера, сразу после ограбления. Да, Коль. Да, получилось, спасибо большое. Слушай, а проверь мне один из этих номеров. Да, с него звонили Светлане в 18.30, сразу после ограбления. Да, хорошо, спасибо. Детектив Насонов оказался свидетелем ограбления молодой женщины Полины Поляковой. Мотоциклист вырвал у нее сумку и скрылся. В сумке находился диск компрометирующего содержания. Полина выкупила его за большие деньги у своей бывшей коллеги по работе. Когда-то девушки вместе работали в агентстве эскортуслуг. Полина недавно вышла замуж. Муж не знает о ее прошлом, очень любит Полину и мечтает о ребенке. После ограбления Полине позвонили и вновь предложили выкуп. Полина в шоке. Через сутки возвращается из командировки ее муж. Если он обо всем узнает, счастливой семейной жизни Полины придет конец. Ну кто там в такую рань? Здрасте. Составляем списки приватизированных квартир. Вы в курсе общего собрания? Какого собрания? Так, Прохорова Светлана Викторовна, правильно? Да, я. Ну вот. Разрешите войти? Вообще-то я здесь не живу и бываю проездом. Да. Здрасте. Дверь прикройте. Ну а кто ответственный квартиросъемщик? Квартира приватизирована? Тетя моя. Петрова Александра Борисовна. Я это уже тысячу раз вашим общественникам объясняла. Правда, ее сейчас нет, она уехала к детям. Присаживайтесь. Знаешь, значит, квартиру вы не знаете. Я не знаю. Я постою, спасибо. Ну звоните ей сами, если хотите. Да обязательно позвоним. Телефонечку оставьте. Будьте там добрые. Вообще-то из управы. Значит, вы живете здесь одна. Я здесь вообще не живу, понимаете? Не живу. Алло, Толь, привет. Ну где ты там? Я же стал волноваться. Все получилось? Молодец. Да. Ты через час сколько будешь? Через час? Все, хорошо, я жду. Давай, целую. Алексей Викторович, ну у Светланы назначена встреча через час с неким Толей. Да, все, в общем. Продолжай наблюдение. Ну ты слышала, да? Все отлично. Иван и Юля продолжали наблюдение за домом Светланы. После того, как Светлана поговорила с неким Толиком, к ее дому подъехал молодой человек на мотоцикле. Неужели заказчица ограбления все-таки Светлана? Это Светлана его машет? Да, да, да. Что попадает, да? Да, да, да. Звони Алексею Викторовичу. Алло, Алексей Викторович, к Светлане приехал парень, очевидно тот самый Толик, и он на мотоцикле. Отлично, молодцы. На мотоцикле, говоришь, запишите номера и послушайте, о чем они будут говорить. И сразу перезвоните мне. Давай. Черт, номеров нет. Придется ВИН переписывать. Давай. Иван сфотографировал номер двигателя. Возможно, это поможет установить личность владельца мотоцикла. Свет, ну ты прям молодец. Гигант. Да ладно тебе. Пусть оживем. А я со временем тебя в магазины буду варить. За границу съездим. Ну ты и не рановато ли размечтался, а? Ты доучись сначала, ладно? Ну что, совсем другая жизнь начнется. Правда тебе говорят. Знаешь что, ты лучше поаккуратнее катайся, хорошо? У тебя же столько аварий. Ну я тебя потому и предупреждаю. Ну хорошо. Алексей Викторович, ну что, судя по разговору, у них появились деньги, причем благодаря Светлане. Ну что ж, все ясно. Возвращайтесь в офис. А вечером будем брать. Да, с поличным. Да, Коль, долго же у вас совещание проходит. Чей это номер? Анатолий Викторович Быков? Угу, 1988 года рождения. Хорошо, я понял. Слушай, у меня тут еще засада получилась с номером двигателя мотоцикла. Посмотри, пожалуйста. 72-539. У меня в базе такого нет. Угу, спасибо. Вчера, через пять минут после ограбления Полины, Светлане на мобильный был звонок. И звонил ей Анатолий Викторович Быков. Так, Алексей Викторович, я фотографию сделал мотоцикл, на котором парень вчера подъехал. Нет, мотоцикл был другой. Да нет, что-то здесь не то. Анатолий Викторович Быков, 1988 года рождения. Держи. Да, слушаю тебя. Как говоришь, тот же самый Быков? Спасибо. Бывает. А владелец мотоцикла Анатолий Викторович Быков, 1988 года рождения, который поставил этот мотоцикл на учет в ГИБДД три часа назад. А вот это, да? Значит, вчера ему еще не на чем было ездить. Так. Так. Светлана Викторовна Прохорова, девящая фамилия у нее, знаете, какая? Быкова. Так вот, это родная сестра нашего Анатолия Викторовича Быкова. И к тому же у Анатолия Викторовича сегодня день рождения. 18 лет. И мотоцикл – это подарок. Скорее всего, так оно и есть. Да, Полина. Так, назначили встречу? Где и когда? Хорошо, я понял, будем рядом. Полине позвонили и назначили встречу. Сегодня 18 часов. Так что собирайтесь. Деньги принесла? Где диск? Здесь. Проверять что ли будешь? Конечно. Деньги давай. Подождешь. Деньги. Продолжение следует... 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 Причина загадочной подмены диска была ясна... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Опасный диск был уничтожен Николай Поляков так и не узнал о сомнительном периоде в жизни своей горячо любимой жены Полина родила Николаю чудесную дочку и не собирается на этом останавливаться Продолжение следует... Продолжение следует...